Все. Добрый вечер, благословитель Владыка, добрый вечер, отцы, матушки. Мы сегодня продолжаем вторую часть лекции о святителе Тихоне Патриарха Московском. Если вы помните, то прошлую лекцию мы закончили избранием святителя Тихона на Патриарше престол. Часть вторая. Поместный собор 1917 года, конечно, пытался в Патриархе обрести того самого иерарха, который станет новым патриархом-гермогеном, который объединит и Русскую Церковь, и Россию в православном единстве. Но тогда на соборе никто не воспринимал большевиков всерьез. Они казались авантюристами, которые сгинут, лишь только соберется учредительное собрание, против созыва которого большевики формально не возражали. Вот отсюда это определение о правовом положении Церкви, которое будет принято на первой сессии, и которое предполагало разговор с будущим государством российским в той толерантности, в какой вели разговор с временным правительством. Это ощущение, что учредительное собрание, даже если оно и не восстановит православную монархию, будет строить свою политику так, как строило временное правительство. Было характерно для многих. Ожидалось развитие событий, в результате которых в России должны были установиться примерно такие же взаимоотношения между Церковью и государством, как в США. Хотя формально отделение Церкви от государства вряд ли можно было бы ожидать. И самым опытным в смысле управления Церкви в таких условиях иерархом оказался именно Патриарх Тихон. Но большевики в начале января 1918 года разгонят учредительное собрание, и члены собора, да и сам Патриарх, столкнутся уже совершенно другой реальностью. Но тогда казалось, что Церковь переживает свой очевидный успех. Тем более, что 21 января 1918 года многочисленные крестные ходы, которые потянулись к Успенскому собору в день интронизации Патриарха Тихона, вбирали в свои ряды и многих красногвардейцев, еще совсем недавно зверски расправлявшихся с юнкерами, а теперь готовых, так сказать, вновь крестить свой лоб, видя таковую диковину, как Всероссийский Патриарх. И вот мы говорим о восстановлении Патриаршества. Но если мы посмотрим на очень важное определение о правах и обязанностях Патриарха, определение о круге дел, входящих в компетенцию Священного Синода, Высшего Церковного Совета, то мы должны будем признать, что права и обязанности Патриарха были не такие уж широкие. Патриарх прежде всего оставался правящим архиереем города Москвы, которому были даны некоторые очень значительные дополнительные полномочия. Например, Патриарх не мог своей властью запретить священнослужение какого-нибудь епископа. Он мог только поставить этот вопрос в Синоде. Патриарх не мог обязать какого-то епископа делать в его епархии то, что тот считал ненужным, а мог только поставить этот вопрос на заседании Синода. И еще одна выразительная деталь. В случае, если между епископами возникали какие-либо разногласия, епископы могли обратиться в Синод, где проходило уже гласное слушание их проблемной истории, и решение Синода уже становилось для них обязательным. Однако, если таковые епископы обращались непосредственно к Патриарху, то без всякого публичного делопроизводства, этот вопрос обсуждался именно в узком кругу. И тогда решение Патриарха по их спорному вопросу становилось для епископов обязательным. То есть, вы чувствуете, что дополнительное право Патриарха в очень определенных случаях, в случае добровольного обращения к нему двух епископов, например, было связано с тем, будет ли у него личный авторитет. И надо сказать, что Патриарх Тихон, как никто другой, подходил именно к этой роли. Его личный авторитет был высок даже у людей, жизни и служения которых были куда более известными и выдающимися, чем у митрополита Тихона. И еще один очень важный момент. Основную ответственность за жизнь Церкви брал на себя Поместный Собор. В случае, когда Собор прекращал свою работу, управление Церковью осуществляли два избранных Собором коллегиальных органа – Священный Синод и Высший Церковный Совет, в которых Патриарх только лишь председательствовал. Перед нами система, в которой Патриарх играл формально незначительную роль. И в этом смысле Патриарх Тихон был совершенно не похож на своих предшественников, патриархов московских, которые были полными господами в Церкви по всем вопросам. И только Государь был для Патриархов высшей инстанции. Что произошло в начале 1918 года? Помимо разгона учредительного собрания, изменившего перспективы отношений Церкви и государства, Собор прервал свою работу. В начале декабря первая сессия была завершена. Многие члены Собора разъехались по своим епархиям. Собор должен был возобновить свою работу 20 января. И вот к этому времени, за полтора месяца, произошли очень радикальные события. Дело не только в том, что было упразднено учредительное собрание, и не только в том, что только что захватившие власть большевики сумели уже издать с полдюжины законов, которые не только резко ограничивали деятельность Церкви, но разрушали привычную парадигму русской церковной православной жизни. Всем нам на память, конечно, приходит декрет о свободе совести или отделение Церкви от государства, но были и другие декреты, вызвавшие на Соборе не меньше возмущения. Декрет, передававший государственным органам регистрацию рождения, браков, разводов и смертей. А это означало, что отныне в России законным признавался только брак, заключенный в органы государственной власти. При этом вводились предельно упрощенные процедуры расторжения брака, и можно было таким же образом расторгать и церковные браки. Процедура заключения нового брака была также максимально упрощена. По существу эти декреты были направлены на то, чтобы реализовать один из основных замыслов догматического марксизма – ликвидировать институт семьи. И члены собора, среди которых были в большинстве своем представители потомков нашего духовенства, от профессоров-канонистов до приходских священников, это прекрасно понимали. Кроме того, этим декретом большевики давали право и на другое бесчестие – не только право убивать помещиков и буржуев, не только право грабить и обворовывать их, как классовых врагов, но и право не иметь семьи. Самое страшное заключалось в том, что за полтора месяца паузы в работе собора в стране усилился разгул насилия и террора. Причем ужас этого насилия и террора заключался в том, что власти его всячески разжигали, подстегивали. Но творился он руками русских православных христиан, дезертировавших из вооруженных сил матросов и солдат, заполнивших собою страну. Нужно вдуматься в это. Уже в 1917 году почти 13 миллионов человек было под ружьем. Кем они стали? Эти люди, уставшие от войны, ощутившие вкус крови резервуаром сторонников большевиков, которые дали им право, силой осуществлять то, о чем мечтали они многие годы, не знать государства и творить свою черную передельскую вольницу в христианской стране. Происходили массовые эксцессы, причем убивали не только солдат и офицеров, пытавшихся воспрепятствовать их бесту с фронта, не только помещиков, которых сжигали вместе с их поместьями в деревнях, не только буржуев, то есть хорошо одетых людей на городских улицах, но грабили храмы, монастыри, все чаще происходили нападения на лиц, связанных с церковью, и даже на представителей духовенства. И вот накануне открытия второй сессии собора патриарх, уже выпустивший одно послание своей пастве, выпускает еще одно послание, в котором впервые раздается его голос, уже не как архиепископа аллеутского и североамериканского, умевший очень мягко и деликатно говорить со всеми, кто бы не был рядом с ним. Нет, это был голос патриарха православной российской церкви, государственной, первенствующей, торжествующей. Можно сказать, что это был голос патриарха Гермогена. И на соборе очередной раз ощутили, что они не ошиблись. Я позволю себе прочитать некоторые фрагменты из этого послания, которые патриарх Тихон выпустил до созыва собора, беря на себя исключительно ответственность за него на себя. Тяжкое время переживает ныне святая православная церковь Христова в земле русской. Гонения воздвигли на истину Христовой явные и тайные враги, все истины, и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христова, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани, забыты и попраны заповеди Христовой о любви к ближним, ежедневно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях, ни в чем не повинных, и даже на одре болезни лежащих людей, виновных разве в том, что честно исполняли свой долг пред Родиной, что все свои силы они полагали на служение благу народному. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомкства в жизни настоящей земной. Властью, данной нам от Бога, запрещаю вам приступать к тайнам Христовым. Анафемствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной, заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. Как видим, это анафема отнюдь не большевикам, которые свой выбор в отношении Церкви уже сделали. Патриарх Тихон прекрасно понял, что большевики творят разрушение страны руками православных христиан, и если православные христиане, а в России было более 100 миллионов православных христиан, не будут участвовать в этих деяниях, большевики исчезнут. Исчезнут так же, как они появились, причем патриарх, обратите внимание, надеется на то, что православные христиане, вовлекаемые в роли солдат и матросов, в преступления большевиков, ощутив себя подпадающими под отлучение от Церкви, устыдятся и остановятся. Он обращается именно к ним, призывая не участвовать в делах тьмы, не участвовать в этих насилиях и убийствах. Он не призывает к вооруженному сопротивлению большевикам. Он пишет, враги Церкви захватывают власть над нею и ее достоянием, силой смертоносного оружия, а вы противостаньте им силой веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума. Ибо действует даже прямо против совести народной. А если нужно, будет и пострадать за дело Христова, зовем вас, во взлюбленные, чадо Церкви, зовем вас на эти страдания. 22 января это послание Патриарха будет принято по местным соборам как соборный документ, то есть получит высший по местной Церкви канонический статус. Конечно, это обращение Патриарха потрясает и ужасает нас сейчас, уже проживших в 20 век. Это послание, мне кажется, должно оставлять в чувстве глубокой грусти и по поводу того, насколько же Патриарху не было ведомо, в какую глубокую бездну уже упала страна. Он был уверен, что в стране, где 100 миллионов православных христиан, кучка большевиков опричена будет на неудачу. Если хотя бы большинство этих христиан просто отстранится от них, иди поддержи. Даже бороться с помощью оружия не надо, просто отстраниться, и у них не будет никакой основы. А этого не случилось. Патриарху казалось, что достаточно такого рода анафемы, анафемы, которая в общем и целом не должна даже способствовать кровопролитию. А ведь были на соборе отдельные священнослужители, такие как священник Нежинцев, который сказал, что нужно не патриарха избирать, а собирать земское ополчение. Нужно сопротивляться злу силой. Уже наступил такой момент. Очень многие православные по крещению, русские люди, готовы идти за большевиками, и даже анафемой их уже не остановишь. Существуют данные о том, что впервые получил возможность причащаться по желанию, а не по обязанности. Я имею в виду причащение на Страстной неделе перед Пасхой в 1917 году военные чины нашей армии причастились примерно в количестве 10%. До этого, когда причащение было обязательным, в 1916 году речь шла о 95-96%. Вот такой факт. Он очень выразителен. Наверное, надо было встревожиться, а патриарх, происходивший из народной православной толщи, все еще настолько был убежден в силе духа, в силе веры русского народа, что анафемой надеялся пробудить его совесть. Хочу напомнить, что с первой сессии члены собора разъезжались с убеждением осуществления самого главного деяния – избрания патриарха. Они создали органы высшего церковного управления. Теперь церковь будет совершенно иначе развиваться, а потом подойдет учредительное собрание. Но не было уже ничего ни учредительного собрания, ни ощущения того, что поместный собор будет продолжать свою деятельность беспрепятственно. Поэтому члены собора поддерживают анафему патриарха как соборное решение 25 января и сдают постановление, которое под страхом отлучения от церкви запрещает православным христианам расторгать свои церковные браки и заключать новые в государственных органах. Но при этом они предлагают патриарху тайно назначить себе местоблюстителя с полной с полнотой патриарших прав. Тем более, что весь о гибели почетного председателя поместного собора митрополита Владимира уже пришла в Москву. Делать такое назначение патриарх не имел права. На это место мог быть избран собором только другой предстоятель. Но члены собора сильно опасались, что в новых условиях большевики могут расправиться с патриархом еще быстрее и энергичнее, чем когда-то русские же православные люди, сотрудничавшие с поляками, расправились с патриархом Гермогеном. И собор мог быть разогнут в одночасье, и возможности вновь собраться уже может и не быть. И канонисты, очень хорошо представлявшие себе всю необоспорность этого решения, авторитетом собора обязывают патриарха тайно назначить себе местоблюстителей, каждому дать грамоту и объявить на соборе только о том, что местоблюстители назначены, а потом эти местоблюстители заявят о себе в случае, если что-то произойдет с патриархом. Это решение будет принято в феврале 18-го года. Только что возложив все свои упования на новоизбранного патриарха, члены собора вдруг поняли, что это великое достижение собора уязвимо в новых условиях, и этот добрейший патриарх Тихон может стать еще одной жертвой, уже не казавшись им таким благочестивым и таким добрым русского православного народа, который на их глазах превращался во что-то другое. Далее происходит эпизод, который тоже можно трактовать по-разному. Группа членов собора преимущественно миряне, решили в марте 18-го года отправиться на юг, где действовала добровольческая армия. Это был как бы альтернативный большевистскому центр власти. Они просили патриарха передать письменное благословение вождям белого движения генералам Корнилову и Алексееву. Патриарх отказался, аргументировав это тем, что церкви не должно в надвигающейся на русскую землю междоусобной брани так определенно принимать чью-то сторону. Как объяснить эту позицию патриарха? Гражданская война выразительно продемонстрирует всем, что поражение белых стало поражением не только белых, а поражением и России, поражением русской церкви. И не только потому, что белые защищали церковь от красного террора, но еще и потому, что белые, которые, как мы с вами знаем, были всегда в ничножном меньшинстве по сравнению с красными, представляя собой ту часть русского общества, которое далеко не всегда, руководствуясь религиозной мотивацией, готово было защищать страну от разрушения, от гибели, от извращения исторического пути этой страшной большевистской утопии. Таких людей окажется мало. И патриарх колеблется, рассуждая о том, что патриарху хотелось благословлять монархистов, а монархистов в главе белого движения тогда не было. Это все пустые слова. Речь идет о чем-то более значимом, более глубоком. Патриарх не мог вместить себя, как это вообще возможно вместить в христианской душе, что православная Россия оказалась в ситуации, когда одни православные будут убивать других православных. И действительно мы должны отдавать себе отчет в том, что то, что происходило тогда в России, для многих было совершенно неожиданным. Даже многие героические смерти той поры будут результатом того, что люди так и не поймут в полной мере, что случилось. Они не успеют испугаться и погибнут достойно. Нам ли с вами этого не знать? Потомков тех, кто знает, что может происходить в нашей стране и какой может быть террор в нашей стране. И вот 18 марта 18 года патриарх пишет послание, в котором обрушивается Нагбрестский мир, заключенный, как известно, самозванным большевистским правительством. Всем было очевидно лицемерие обеих сторон. Даже с немецкой стороны возникало чувство отвращения от тех, с кем они вели переговоры. Можно было не заметить, можно было не идти на обострение, но это вызывало возмущение очень многих. Как часто мы слышим, что церковь должна быть выше политики, но с другой стороны, церковь выше политиканства должна быть. И что это такое политика? Это составная часть нашей жизни. И когда патриарх, как и многие русские патриоты, в полном смысле слова, с возмущением реагирует на Брестский мир, он остается архипастырем. Это нормально, когда церковь по какому-то общественно-политическому, внешне-политическому вопросу вдруг высказывается со всей полнотой своей возмущенной совести. Я хотел бы привести короткую цитату из этого послания. Святая православная церковь, исконепомогавшая русскому народу собирать и возвеличивать государство русское, не может оставаться равнодушной при виде его гибели и разложения. Этот мир, подписанный от имени русского народа, не приведет к братскому сожительству народов. В нем нет залога успокоения и примирения, в нем посеяны семена злобы и человека-ненавидничества, в нем зародыши новых и звучит это уже как политический прогноз относительно Второй мировой войны. Но главное здесь другое. Патриарх оказался в реальности совершенно незнакомый ни ему, ни многим его сподвижникам, ни многим его современникам, и он как живой, совестливый человек искал спасительного пути, и в этом его величие, как величественно выглядит и вскоре написанный постановлением собора о причислении к лику святых святителей Сафронии Иркутского и Осипа Астраханского жертв бунтовщиков Стеньки Разина. Завершение второй сессии собора привело к тому, что опять-таки наступил перерыв, во время Котоварова реальность проступила особенно выразительно. Летом 18-го года в стране повсеместно происходили убийства духовенства, в том числе епископов, причем в самых разных епархиях. Объединяло их только одно, это были те епархии, которые находились на территории, контролируемой большевиками. И здесь патриарх отзывается в том числе и на политику, узнав об официальном заявлении о расстреле императора Николая Второго, он благословляет архипастыри и пастыри, служить панихиды об убиенном государе, как о государе, теперь уже лучше понимая, чем это может быть чревато для многих из них, в том числе и для него самого, хотя на соборе некоторые склонны были выступать иначе, будем молиться келейно, будем молиться как о частном лице, о боярине Николая и не более того. Вот отрывок из слова патриарха Тихона по поводу расстрела императора Николая Второго и его семьи. Мы к скорби и стыду нашему дожили до того времени, когда явное нарушение заповедей Божьих уже не только не признается грехом, но оправдывается как нечно законное, так и на днях совершилось ужасное дело. Расстрелян бывший государь Николай Александрович и высшее наше правительство, исполнительный комитет одобрил это и признал законным, но наша христианская совесть примириться с этим не может и мы должны во все услышание заявить об этом как христиане, как сыны церкви, пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточают в тюрьму, пусть нас расстреливают, мы готовы все это претерпеть в уповании, что и к нам будет отнесены слова спасителя нашего, блаженны слышавшие слово Божие и хранящие е. Патриарх в данном случае позиционирует себя вполне определенно, тем самым подчеркивая, что при всех своих исторических недостатках российская монархия для русской церкви продолжает оставаться институтом, который сыграл значимую роль церковной жизни, и гибель последнего государя обязывает церковь не отмежеваться тех, кто помогал церкви, пусть и не всегда хорошо, кто созидал церковь, пусть и не всегда успешно, и кто сейчас гоним. Поместный собор будет разогнан большевиками в сентябре 18-го года, и патриарх останется синодом и высшим церковным советом один на один с богоборческим вепрем. И именно тогда, когда уже собора не будет, когда собор будет разогнан, патриарх напишет свое самое политизированное, самое резкое послание, обращенное уже к самим большевикам. Это, вероятно, должно было ознаменовать новый, окончательный этап его деятельности, который должен будет привести его к мученическому венцу. Но все окажется гораздо противоречивее и сложнее, если бы на этом послании все и закончилось, как бы был целен путь, по которому пойдет патриарх. Но патриарху еще предстояло нести на себе бремя не своих только немощей, а прежде всего немощей своих посолных, которые по существу весь период его оставшегося служения будут предавать его на разных уровнях. Спасибо, Господи, всех вас. на этом я заканчиваю вторую часть наших лекций о патриархе Тихоне. Спасибо, Господи. Да, слышите меня? Да, то я слышу. Зависть можно выключать. Угу.